Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы указать вам на один важный момент. Вы когда-нибудь, кого-нибудь видели, чтобы у человека не было проблем. Никаких. Вряд ли. Кто-то говорит, что у него нет проблем, либо лисемелец, либо не считает эти проблемы за таковы. Пока человек мыслит сам, пока человек руководствуется, руководит своей жизнью самостоятельно, у него всегда будут проблемы. Это я вам рекомендую. Как можно лучше понять. У человека всегда будут проблемы. Всегда. Да. Потому что, когда человек живет своим умом, своим разумом, когда человек принимает сам выбор, делает выбор, то по-другому, то есть имеется в виду, без проблем не получится. К сожалению, это именно так. Не получится без проблем жить, пока вы живете своим разумом, пока вы живете своим выбором. И нет, как правильно вам сказал мой коллега, нет такого правильного решения, нет такого правильного метода жизни. То есть жить правильно нельзя. Потому что самого понятия правильно нет. Для кого-то правильно одно. Для кого-то правильно другое. Для кого-то правильно третье. Есть только одно важное замечание. Замечание это в первую очередь связано с тем, что человек, Человек оценивает правильность или неправильность того, что он делает через оценку вреда. Вот насколько ему вредит то, что он делает и то, как он живет. Вот насколько он вредит себе по его же мнению, вот по этому принципу и проверяется степень правильности того, что человек делает и того, как он живет. Это первый важный момент. Второй важный момент заключается в том, что разочарование, которое есть у людей, любые разочарования, это всегда завышенные ожидания. То есть, что это значит? Это значит, что нельзя иметь такие ожидания, которые заведомо не соответствуют тому, что вы делаете. Чтобы не разочаровываться, чтобы не испытывать разочарования, нужно немного. В действительности, чтобы не испытывать разочарования, нужно всего лишь только реально понимать свои способности. И реально понимать способности тех людей, с которыми вы живете, взаимодействуете. То есть, реально и четко осознавать себя в мире. По сути, речь идет о том, чтобы вы сами для себя понимали и отдавали отчет в том, на что вы можете рассчитывать. И тогда никаких разочарований не будет. С другой стороны, если вы боитесь чего-то, если вы опасаетесь чего-то, если вы не хотите, чтобы у вас были вот эти вот разочарования, если вы их боитесь, то тогда совершенно логично будет предположить, что для того, чтобы разочарований не было, нужно понимать, с чего вы их боитесь. Конкретно. С чего вы опасаетесь. И тогда, если вы будете знать, с чего вы опасаетесь, то есть, если вы будете знать, с чего вы боитесь, то проблем никаких у вас не будет. То есть, даже если вы неправильно что-то там... Надумайте себе, даже если ваши ожидания не будут соответствовать действительности, то вы всегда сможете через понимание того, чего вы боитесь, если вы всегда сможете регулировать себя и не бояться того, что разочарования вам как-то помещают. Вот так я думаю. И тогда, тогда мы с вами, я надеюсь, вот эти моменты разобраны. И разобрав эти моменты, вам немножечко помогли. Очень желательно, чтобы вы сами для себя более лучше осозняли проблему. Да, можно будет вам помочь. То есть, у меня есть чувство, что за этим вашим вопросом есть что-то, и стоит что-то. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, мы желаем вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...